И на этом я с тобой прекращу, потому что биться в стену глухую нет смысла. Если ты не поняла до сих пор, что это была норма, то я не смогу тебя уже никак в этом убедить. Поэтому на этом давай, наверное, с тобой закончим по этой теме. Так, Алана нас уже бомбит. Сейчас начнет топить за шариат, где законодательно за митинги против власти, призыв другой религии или политическому строю убивают и при этом жалуются на преследование за религию. Логика в исламе и правды нет. Алана, давай мы когда в своем государстве деоккупируем, у нас будут свои законы. Если у нас будет там что-то, что тебе не нравится, тогда будешь нас критиковать. Пока, пожалуйста, не говори то, чего нет. Мы пока ни митинги не запрещаем, никого не преследуем. И, кстати, Ичкерия, та Ичкерия, которую захватили российские войска, в этой Ичкерии была полная свобода слова. У каждого там, каждый мог открывать свое телевидение, никого не преследовали. Единственное, из-за религиозных убеждений, правда, у нас была отдельная каста кадыровская, они постоянно пытались кого-то преследовать, постоянно были какие-то проблемы. Вот то, что они сейчас делают, они уже тогда, конечно, делали. Были такие моменты, к сожалению, с этим пытались как-то бороться, но безуспешно. А так, никто не может упрекнуть Ичкерию в том, что у нас там что-то преследовали, кому-то не давали говорить и так далее. Можно было организовать митинг прямо в центре Грозного. И Масхадова, действующего президента, там так сильно его критиковали, что только про него не говорили. В Византии брачный возраст девушки составлял 12-13 лет в VI веке. Эволюция семейного права Византии. Что-то там, что-то российская юрис... какой-то журнал, западные историки того же мнения. Так что ты ошибся. В чем я ошибся? Алана, ты знаешь, по поводу брака, сразу начнем с самого интересного, да, вначале. После вот прошлого эфира буквально я наткнулся, мне, значит, скинули люди, на стихотворение, на произведение Пушкина, которое называется «Калмычки». Так вот, прочитай это стихотворение, и ты удивишься, прочитай вообще историю о том, как он его написал. Он приехал, проезжая там где-то в Калмыкии, он тогда был то ли в разводе, то ли в размолвке со своей возлюбленной, Пушкин в смысле. И на этом фоне он прибыл, значит, на Кавказ для участия в военных действиях. Потом что-то ему там, видимо, тоже не понравилось, он то ли уезжал. В общем, он как-то в Калмыкию попал, и там увидел симпатичную, красивую калмычку, которая ему приглянулась, Пушкину. И вот он там написал вот это свое произведение, оно короткое, так и называется «Калмычки». И там он откровенно говорит, что ему эта девушка понравилась, что он... В общем, там много таких подробностей, которые не совсем даже прилично в эфире озвучивать. Так вот, самое интересное, он там спрашивает, у них диалог, он спрашивает у этой девушки, девушки, там ее тоже называют девушкой, заметьте. И он у нее спрашивает, сколько тебе лет? И она ему отвечает, 10 и 8, 10 лет и 8 месяцев. И заметь, Алана, это не 14 столетий назад, это вот два века, всего лишь два века, и это Россия. Представь, 10 лет и 8 месяцев для Пушкина она уже девушка, которая ему понравилась. У него возникло определенное влечение к ней, он написал произведение об этой девушке, девочке по нынешним меркам. Так что, Алана, я думаю, что тебе стоит более как-то, наверное, пересмотреть свои взгляды или хотя бы как-то менее критично относиться к нам, к мусульманам. Так, у нас опять, наверное, сейчас бомбит наша исламофобка. Ну да, конечно. Так, Пушкин не пророк и не лучший из людей. В 6 лет ребенок ни в какие времена не может дать согласие на брак, и психика не готова к половой жизни в 9 лет. Смертельно опасно рожать в этом возрасте репродуктивная и половая система в 9 лет, это как мозг в 6 лет. Пушкина, я тебе привел в пример для того, чтобы ты поняла, что эти браки, что в этом возрасте они были приняты. Это было нормой не только в арабских странах жарких и не только 15 столетий назад, а даже вот здесь, в России, там, где, скорее всего, ты живешь, 2 столетия назад это было нормой. Вот к чему я тебе это привел, чтобы ты просто задумалась над этим, и это сегодня ты считаешь, что в 9 лет там что-то репродуктивное не работает, психика не готова. Это сегодня ты, у тебя эти знания, потому что сегодня наука к этому пришла и сделала такой вывод. Но тогда этого не было, и это было в порядке вещей. Вот к чему я это привел. Понятно, что он не пророк. И дело в том, что если бы, еще раз я повторяю, если бы это не было бы нормой, об этом уже тогда говорили бы все современники пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, пытались бы его этим упрекнуть. Но никто тогда, ни из христиан, ни из иудеев, ни из многобожников, ни буддистов, ни просто неверующих атеистов, никто в этом его не упрекал, потому что это была такая норма. Все так делали. Считалось, что если Пушкин два столетия назад считал, что 10 лет и 8 месяцев девушка, она уже годна для того, чтобы он на нее заглядывался, писал у нее стихи, то 14 столетий назад вообще другая была картина. И плюс еще надо понять одно. Подождите, еще одно у нее сообщение. Калмычка – это короткий стих, я прочитал, люди, прочитайте обязательно, там ни слова, ни о возрасте, ни о 10 лет, ни о 8, очередная ваша мерзкая ложь. В самом стихе нет, прочитай об этом стихе, прочитай историю, как этот стих был написан. Это сам стих короткий, прочитай, как он был написан. Это не ложь, это то, что приведено во всех российских исследованиях, вот те, кто изучают жизнь Пушкина, там, это все знают, это никто не скрывает, потому что тогда это было нормой. Почитайте об этом. Томсо ни в коем случае никому не солгал, мы меньше всего нуждаемся в какой-то лжи. Мы бы могли просто сказать, что нам плевать на ваше мнение. Просто так, как вы пытаетесь посеять какие-то сомнения в сердцах людей, мы разъясняем эти моменты, отвечаем, как вы видите, не очень спокойно, не злимся. Почитайте, почитайте эту историю. Так вот, я хотел сказать, допустим, в некоторых странах, по-моему, Скандинавии, скажем, в Норвегии, брак невозможен до достижения 21-летнего возраста. 21 год, только тогда ты можешь выходить замуж или жениться. А, допустим, скажем, в России можно это делать с 18 лет, ну и во многих вообще странах это можно делать с 18 лет. Теперь, значит ли это, что в Норвегии должны смотреть на Россию, как на какую-то педофильскую страну? Что они там, видите ли, 18 лет на ребенке женятся, ненормальные. Это как, по-вашему, это будет нормально? Сегодня в России это норма, и там люди так женятся. И если они когда-нибудь придут к тому, что только в 21 можно жениться, они не смогут задним числом теперь осуждать тех, кто в 18 женился. Потому что это было нормой. То же самое относится и к 14 столетий назад, и даже к 2 столетиям назад, к Пушкину никто, кстати, из современников Пушкина, его никто за это не порицает. Потому что тогда даже это было нормой. А что касается 6-летнего возраста, не могла дать согласия и так далее, разумеется, это родители решали за ребенка в 6 лет. В 6 лет, или в 5 лет, или в 2 года, в 3 года, ребенок не может сам решать, хочет он чистить зубы перед сном или нет, и когда он просыпается. Он сам не может решать, нужно ли ему перед едой мыть руки. Это родители за него решают, родители воспитывают этого ребенка, понимая, что в этом для него благо. Точно так же родители Айши понимали, что для нее благо быть женой избранного Аллахом посланника. Да был совет, его Аллаха приветствует. Понимая, что это для нее благо, и в этом мире, и в будущем, они за нее приняли это решение. И как вы знаете, даже с достижением совершеннолетия она не жалела об этом решении своих родителей. А если же вы уж осуждаете родителей за то, что они за детей что-то решают, тогда надо начинать вот с этих моментов. Не нужно приучать их чистить зубы, заставлять, не нужно лечить им зубы. Ведь дети не любят лечить зубы. Какие? Мои дети боятся стоматологов, но им нужно лечить зубы. Для чего? Для того, чтобы они были здоровы. Потому что в дальнейшей жизни у них будут проблемы. Точно так же родители должны заботиться и о будущей жизни своих детей, как после того, как они умрут, давать им правильное воспитание. И на тот момент любой родитель мечтал бы о том, чтобы его дочь стала женой посланника Аллаха. Не критиковали его раньше за Айшу, потому что никто не читал этих хадисов. Исламский мир был далеким и непроницательным для Европы. До Шарли Эбдо никто о ее возрасте не знал даже. Серьезно, Аллах, настолько люди были тупыми. А курайшиты, которые воевали с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, они об этом тоже не знали. А те иудеи, которые жили рядом с мусульманами, они тоже об этом не знали. А после того, как начались войны с Византийской империей, они тоже не знали. Персы тоже об этом не знали. Неужели до тебя люди были такими тупыми? Аллана, походу, учительница истории и ее жизнь настолько скучна, что решила сидеть в интернете и бомбить блогеров, так как ученики прогуливают ее уроки. Аллана, читая редакцию 1835 года, Николай, лжи тут нет. Никакой лжи тут нет. Надо до конца разбираться в вопросе. Она просто наскоряк пошла загуглила, увидела, что в стихе ничего не сказано о возрасте и пришла с таким открытием. Значит, в исламе нет добровольного желания будущей жены. И еще, если что-то было нормой раньше, не значит, что это хорошо. Еще раз подсталой тупой Византии, и то было запрещено жениться раньше 13 лет. Добровольное желание будущей жены, конечно, есть, но это же не относится к ребенку. Айша была в 6 лет ребенком, когда за нее приняли это решение. А будучи совершеннолетней, она, конечно, могла от этого отказаться, но она не захотела от этого отказываться. А так, конечно, в исламе обязательно, чтобы девушка была согласна на этот брак. Это первое. В отсталой тупой Византии, и то было запрещено жениться раньше 13 лет, я бы не называл Византию отсталой и тупой. Ну а если ты говоришь, что она была отсталой и тупой, и там было до 13 лет запрещено, тогда получается Россия была еще более тупой и отсталой, если два века назад там с десятилетними можно было нормально пообщаться, написать стихи про них. Тем более, это могли сделать люди, которые по сегодняшний день являются выдающимися классиками, которыми гордятся, их стихи в принудительной форме учат школьникам. Это очень странно. Алина, найди себе мужа, оставь нас в покое. Кстати, вот это мне тоже не нравится, когда мы любую тему скатываем на тему брака, найти мужа. Это вот такая кадыровская методика, когда, помните, про них Милашина там несколько статей таких бомбовых написала, и они там сели что-то. Может, она хочет выйти замуж за чеченца, найдите ей мужа. Недостойные вещи. Давайте не будем прибегать к таким дешевым приемчикам кадыровским. Насчет иудеев, курайшитов, мусульмане уничтожили всех противников Мухаммада и их описание, как, например, Мухаммад приказал убить Кааба ибн Ашраф и Асма бинт Маруан за то, что критиковали его за гугли. Во-первых, среди иудеев и других племен были те, кто находился в состоянии войны с мусульманами, так как они были союзниками курайшитов, а были те, которые были наоборот союзниками мусульман, при этом не будучи мусульманами, никого там не уничтожали, они имели гарантии безопасности в случае нападения совместного отторжения врага, поэтому это неправда. Было очень много племен тогда иудейских, и они, кстати, тоже практиковали точно такое же бракосочетание. Тогда эти, сегодня считающиеся девочками, люди, они тогда считались девушками, и они тоже это практиковали. Это была норма. И на этом я с тобой прекращу, потому что биться в стену глухую нет смысла. Если ты не поняла до сих пор, что это была норма, то я не смогу тебе уже никак тебя в этом убедить. На этом давай, наверное, с тобой закончим по этой теме. Россия тупая и отсталая. Для тебя это открытие Коран Сура 4.24 и в достоверных хадисах их муслим, книга 8, ясно говорят о том, что Мухаммад разрешил изнасилование пленных женщин. Так все. Я думаю, что на этом мы пускаем ее в игнор. Не понимает человек. Я не могу достучаться до нее. Все, что нужно знать о магометанстве. Связь с замужней не является прелюбодеянием в исламе, если она пленница. Аллаху не противен факт связи с замужней, но противно, когда люди веселятся и танцуют. Стоит отвечать этим людям? Я не знаю, непробиваемые какие-то исламофобы. Он опять приводит примеры из рабовладельческого строя, где люди и с той стороны, и с этой стороны брали рабов, брали пленных. Там были свои правила. Удивительные какие-то вещи. Ладно, давайте будем их игнорировать, наверное. Алана, твои поверхностные издания жизнеописания пророка Мухаммада, неуместны в эфире. Со стороны это выглядит, как доводы ученых, утверждающих, что земля плоская. Доводы ученых, утверждающих, что земля плоская, я не знаю, можно ли считать их учеными, людей, которые утверждают, что земля плоская, они очень даже такие аргументированные и серьезные, они реально тебя заставляют усомниться. Гаечка. Алана неумничий. Пушкин развлекался с крестьянками. Толстой загубил крестьянку с ребенком, который был от него. Достоевский ходил по кабакам и вообще совокупился там с десятилетней. И это известный случай. В романе «Толстого. Война и мир» описывается, как двоюродных хотели женить друг на друге. И у русских так было. Да и ваш Тумсо, хватит отвечать на эти вопросы про зарелость, про Айшу и так далее, тем более этим тупоголовым. Игнорируй их и веди свой эфир. Это уже не первый эфир, где ты попусту болтаешь для этих шнырей, пытаясь что-то доказать. Тебе об этом уже десятки сообщений пишут. Аллах. Мы уже их игнорируем, но вы тоже неправы, когда говорите, что на такие вещи мы не должны отвечать. Мы должны на это ответить. Если не понимают, уже мы их оставляем. Но ответить мы должны, потому что это некие шубогаты, которые могут посеяться в сердцах людей. Поэтому мы на это отвечаем, разносят, разъясняем этот момент. Но если человек не понимает, то, конечно, нам нечего с ним делать, мы его оставляем. В Джулиете было 12, а ее матери 12, когда она ее родила. А это Шекспир и мировая классика. Русские советские солдаты насиловали миллионы немок и зверски над ними издевались, хотя они христиане. Об этом говорят сами советские генералы. Люди, советские генералы. Люди, читайте больше и не задавайте глупых вопросов. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин